МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хлорка для автобусов, мыло для рук. Мэр Валентина Калита проверила, как соблюдают меры профилактики в учреждениях города. Новое назначение. Амурское управление МВД возглавил бывший заместитель начальника ведомства по Челябинской области. Зашли на режимный объект. Ребята из 28-й школы увидели, какой путь преодолевает вода от водозабора до квартирного крана. Обо всем более подробно расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. В двух дальневосточных регионах выявлены первые случаи заражения коронавирусом. В Якутии – один, в Хабаровском крае – три. По данным Роспотребнадзора, заболевшие посещали страны, неблагополучные по новой пневмонии. Всех инфицированных разместили в специальных боксах. Между тем, по распоряжению главного государственного врача России, всех въезжающих в страну теперь будут отправлять на карантин. Их ждут две недели изоляции дома или больницы. Обеспечение этих мер поручено главам регионов. Кроме того, ведомство требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщать свои личные данные и маршрут поездки по телефону горячей линии. В Преамуре это номер 112. По нему также можно получить консультацию по вопросам, связанным с коронавирусом. Тем временем, за угрозой распространения коронавирусной инфекции во всех 85 регионах страны ввели режим повышенной готовности. В Благовещенске ситуация хоть и стабильная, нет ни одного заболевшего. Меры профилактики усилили. Как они действуют на практике, проверила мэр Благовещенска Валентина Калита. Подробности у Анжелики Павловой. Резиновые перчатки и марля, смоченная спецраствором. Все, что нужно для дезинфекции салона автобуса. Такую процедуру во всех 42 машинах автоколонны проводили всегда перед отправкой в рейс. Сейчас делают как минимум дважды в день и с раствором контихлора. Последний, вопреки мнению скептиков, эффективное средство профилактики. Вот именно она, вот этот коронавирус, как раз таки хлорка. Никакие спиртовые растворы, никакие они менее действенные. А вот хлор содержащие, оно нового поколения. У нас сертифицированы все, все инструкции, все у нас как бы все это есть. 200 таблеток, вот я хочу сказать. То есть две таблетки я развожу, рабочий раствор на 10 литров. Дезинфекция – лишь часть мер, принимаемых для профилактики распространения коронавируса на предприятии, рассказали мэру города. Водителей каждое утро осматривают медики. Одного с температурой 37,5 сегодня не выпустили в рейс, отправили в поликлинику. С симптомами ОРВИ не допускают и детей в детские сады. Впрочем, посещаемость в 47-м ДОУ стабильная. В группах в среднем по 20 человек. В каждой работают бактерицидные лампы. Сами воспитанники регулярно моют руки. Утренний фильтр у нас имеется, да, температура. У детей проверяется медсестра. Каждое утро к нам заходит. С родителями индивидуально проводятся беседы, как вести себя в общественных местах. В основном акцент, что чем чище руки, тем лучше. Более того, в нынешней ситуации каждый родитель вправе отказаться от посещения ребёнком детского сада. Достаточно написать соответствующее заявление. Оплата за непосещение взыматься не будет, так как это всё связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая сегодня у нас в стране. Впрочем, о закрытии детских садов речи пока не идёт. А вот школьники уйдут на трёхнедельные каникулы. Они продлятся с 23 марта до 12 апреля. И это далеко не все меры, принимаемые в Благовещенске. На сегодняшний день действуют ограничения, связанные с выездами за границу. Практически сегодня запрещены выезды в командировки. Сегодня мы запретили выезды в страны Европы. Мы сегодня отменили проведение массовых соревнований, массовых концертов. Такие меры сейчас действуют не только в Благовещенске, на всей территории Дальнего Востока, Сибири, Урала и в других российских регионах. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Все суда Амурской области приостановили приём граждан. Решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Верховного суда Российской Федерации. Подавать документы теперь можно только через электронные интернет-приёмные на сайтах амурских судов или по почте. Как сообщает Амурский областной суд, уже назначенные к рассмотрению гражданские и административные дела в судах отложены на даты после 10 апреля. Порядок рассмотрения уголовных дел просят уточнять в отделах обеспечения судопроизводства. Для получения подробной и актуальной информации в судах при Амуре открыты горячие линии. Удалённо работать в Благовещенске будут и образовательные учреждения. С понедельника 23 марта на такую систему обучения переходят студенты и преподаватели ряда колледжей. Пока речь идёт о 10 организациях среднего профессионального образования, которые относятся к региональному Минобру. Таких, как педагогические, аграрные, политехнические колледжи и другие. В них обучается около 13 тысяч студентов. Учебный план других СУЗов будет зависеть от решения учредителей. В Амурском ОМВД новый руководитель. На пост главного полицейского области назначен генерал-майор полиции Константин Носков. Соответствующий указ подписал в президент страны. В правоохранительных органах Константин Анатольевич служит с 1996 года. Начинал по переуполномоченным уголовного розыска в Комсомольске-на-Амуре. Работал начальником районного отдела в Абаровском крае. С 2015 года и до назначения в Преамуре занимал пост заместителя начальника ОМВД по Челябинской области. Публикации в СМИ, критикующие предложенную Валентиной Терешковой поправку в Конституцию, могла быть информационной атакой, пишут СМИ. Напомним, женщина-космонавт предложила обнулить сроки действующего президента, чтобы позволить ему снова участвовать в выборах. После этого имя Валентины Терешковой стало одним из наиболее упоминаемых в СМИ и соцсетях. Даже появилась петиция с просьбой лишить ее звания почетного жителя города Ярославской области. Как позже выяснили журналисты, создана она с фейкового аккаунта. А авторы одного из телеграм-каналов, проанализировав источники публикаций с критикой, пришли к выводу. Информационная кампания против Терешковой инициирована из-за рубежа и, вероятно, всего проплачена. Тайну пустых полок раскрыли в одном из российских магазинов. Неизвестный мужчина-покупатель искусственно наводил панику ради хайпового видео. Действия шутника зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина опустошает несколько полок в торговом зале. Товар складывают в тележку, снимают голые витрины на мобильный телефон, после возвращают продукты на место. Сотрудников магазина поведение посетителя возмутило, потому они выложили видео в интернет. Напомним, за распространение фейковых новостей может грозить административное наказание и штраф. Посмотрели, как очищается вода и из речной превращается в питьевую, как определяют ее качества. На водозаборе Северный прошла экскурсия для школьников. Провели ее в преддверии Всемирного дня водных ресурсов. Его отмечают 22 марта. Как все прошло, узнаете из сюжета. Попасть на водозабор сложно. Объект режимный. Но для учеников 28-й школы сделали исключение. В преддверии Всемирного дня воды провели экскурсию. Показали, как вода из реки становится питьевой. Процесс непростой. Тут и аэрация, и фильтрация, и множество других манипуляций. Что очень удивило шестиклассницу Катю. Она и подумать не могла, как огромный путь проделывает вода до крана в ее квартире. Очень интересно, как очищается вода, с помощью чего она очищается, какой цвет она приобретает, что использует для того, чтобы ее очистить. Не меньше Катя удивлена и ее мама. Татьяна Калягина, хоть и связана с работой в ЭКС, на водозаборе впервые. Эмоций, говорит, не меньше, чем у школьников. Масштаб вот этих сооружений, протяженность сетей, огромное количество насосов. Ну и самое, конечно, интересное, что вода на самом деле очищается не каким-то опасным способом. Жидким хлором, допустим, такое не происходит, что обыкновенная поваренная соль. Экология и безопасность – вопрос, которому на водозаборе уделяют особое внимание. Для этого работает целая лаборатория. Как тестируют воду на вредные вещества, показали и школьникам. Впечатление произвело изменение ее цвета от добавления реагентов. Несколько манипуляций и вот она, чистейшая H2O. Мы хотим рассказать, как работает наше сооружение, какую воду получают жители и хотим, чтобы представление о очистке воды имели наши жители и в том числе школьники. Организаторы экскурсии надеются. Теперь школьники поняли, как трудоемко и долго готовят для города такое коммунальное благо, как питьевая вода. И будут беречь каждую ее каплю. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Рациональный потребитель планеты-спаситель. Игра КВН под таким названием прошла среди благовещенских десятиклассников. Ее организовало городское управление потребительского рынка. Ребята, мир в опасности. Помочь потребителям может только великолепная семерка, уверены ребята из 15-й школы. В роли главного спасителя Джеймс Бонд, десятиклассник Дмитрий Дорохов. Джеймс Бонд может проверить выполнение домашней работы, может отругать за это, очень сильно объяснить, что да как должно быть. Любой человек может столкнуться с ситуацией, когда нужно знать свои права, когда нужно знать, куда обращаться. Куда обратиться в случае обмана, обнаружения просрочки в магазине или плохого сервиса в игровой форме и с юмором рассказали 56 ребят из 8 средних учебных заведений города. В итоге третье место у команды из 10-й школы, фантастическая семерка стала второй, а обошли ее ребята из 16-й школы. Все массовые мероприятия, запланированные в ближайший уикенд в Благовещенске, отменены, чтобы не подвергать горожан опасности заражения коронавирусной инфекцией. Однако провести выходные с пользой все же получится. Этому поспособствует наша итоговая программа «Город. События. Люди». Всего за полчаса она расскажет о самых важных и интересных историях последней недели. Кирпичный град прошел накануне в районе жилого дома номер 4, дробь 2 на улице Нагорной. Обвалился фронтон, расположенный над окнами квартиры на пятом этаже. В причинах случившегося специалисты сейчас разбираются. По одной из версий, обрушение произошло из-за кустарников, проросших через фасад и оцеревших чердачных перекрытий. Почему в пятиэтажке на Нагорной обрушилась часть фронтона? И что сейчас с ее жильцами? Когда и где в Благовещенске возведут самую большую на Дальнем Востоке школу? Как коронавирус изменил жизнь горожан? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в материалах наших корреспондентов. Они знают все в деталях. Итоговую программу «Город. События. Люди» смотрите в субботу в 18.20. В воскресенье ее дважды повторят. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и хороших выходных. В субботу 21 марта в Благовещенске утром переменная облачность, северо-западный ветер легкий. Температура воздуха плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5. Однако солнце скроет плотные облака. Возможен небольшой снег. Северный ветер в порывах достигнет 7 метров в секунду. Вечером он сменит направление на северо-восточное. Немного стихнет. Столбики термометров опустятся до отметки минус 1. Ночью температура воздуха останется прежний ветер. Будет дуть северо-запада со скоростью 4 метра в секунду. Облачно, но с прояснениями. Атмосферное давление в эти сутки не преподнесет сюрпризов. Будет держаться в пределах нормы. 745 миллиметров ртутного столба. Хорошенько отдохните на выходных. Ты родилась в день Пасхи, всегда говорила ей мама. Скорее всего, именно Вера в поддержку высших сил и помогла маленькой Евдокии Аксеновой пережить тяжелое военное время. В 45-м, когда закончилась война, ей исполнилось всего 10 лет, а за спиной у девочки уже был концлагерь, из которого освободились всего 550 человек из нескольких тысяч. Евдокия Васильевна Аксенова родилась 5 мая 1935 года в селе Костенки, Воронежской области. Ей было всего 6 лет, когда началась война. Немцы напали на родное село Маленькое Евдокие 7 июля 1942 года. Тогда ее с мамой, с сестрой и братом отправили в один из концлагерей, который находился в селе 70-м, Белгородской области. В концлагере было 7 тысяч заключенных. Там Евдокия провела целый год вместе с пленными красноармейцами. Им-то хоть какой-то поем давали, обували, одевали. А простым людям ничего. Кормили плохо. Кинут в камеру баклажку воды. Кто успеет, тот и напьется. А еще давали куски протухшего конского мяса и баланду из свекла. Взрослых в этом концлагере заставляли работать, а дети во время ожидания мамы проводили на нарах. Немцы издевались над ними, бросали в колодец, расстреливали, отрезали уши. А Маленькая Евдокия однажды, когда она была на улице, снарядом пробила ногу. Осколки из раны доставал немецкий врач. В 1943 году из родного села Евдокии выгнали немцев. И она с семьей вернулась домой. Только вот все дома были сожжены. И люди строили себе землянки и погреба. Есть было нечем. Ели траву и желуди. В этом же году девочка пошла в первый класс. Ей тогда было уже 8 лет. Вместе с ней учились ребята разных возрастов. И учили всех. Евдокия среди всех была самая старательная ученица. Закончила первый класс, она отличная. И меня, знаешь, премировали. Сказать, чем премировали. Карандаш дали. Так и лепешка, не соленая. Лепешка сделана с очисток и с этой смекиной. И вот эту лепешку я, значит, пока со школы шла, ее поела. Был сильно голодно. Сейчас-то жизнь хорошо, а молодежи все можно. И пусть они не жалуются. А вот наша жизнь была, милая моя, не дай бог никому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok